Парижский музей искусств Лувр Диджей устроил благотворительный онлайн-сет в самом центре Парижа, чтобы собрать деньги на помощь людям, пострадавшим от пандемии. Дистанционно по треке с его трансляцией успели потанцевать уже более трех миллионов человек. А этот ремикс я сделал специально к сегодняшнему дню. Это премьера. Я родился в Париже и помню, как с одноклассниками приходил в Лувр на экскурсию, а теперь я играю тут диджей-сет. С ума сойти! Тем временем британский R&B-певец Крейг Дэвид тоже получил по заслугам за свою музыку прошлого. В начале нулевых его хиты «Seven Days» и «Walking Away» взрывали чарты, и даже сам Элтон Джон назвал музыканта надеждой британской музыки. А теперь 39-летний Крейг, как и сэр Элтон Джон, официально рыцарь. Певец стал обладателем почетного ордена Британской империи, что удивило даже его самого. Узнать об этом из письма – это необычно. Говорят, в школе ты был аутсайдером. У меня были сложные отношения с одноклассниками, поэтому я запирался в спальне и писал там музыку все свободное время. А сейчас я могу мотивировать людей всегда верить в лучшее. Да, вера в лучшее всегда берет вверх. Вот, например, мы верили, что в 2021 году обстановка в мире наладится и Евровидение состоится. И недавно организаторы объявили, что конкурс пройдет 22 мая в Роттердаме, причем в оффлайн формате, но с ограничением числа зрителей на стадионе. Под угрозой срыва был и крупнейший в мире фестиваль снежных скульптур в Китае. Но и его посетители могут вздохнуть спокойно, ведь он состоялся. Замки высотой 30 метров, гигантские драконы и объекты будто из фильмов о будущем. Все это великолепие скульпторы из 17 стран построили изо льда в китайском городе Харбин, причем за две недели. Кстати, лед для художников специалисты традиционно добывают прямо из местной реки Сунгари. Фестиваль проходит уже в 37-й раз, но теперь организаторам пришлось внести ограничения на количество посетителей в день. Зато цена билета стала ниже в три раза и составляет примерно 100 юаней, то есть около 1000 рублей. Пускай для сферы туризма и введены временные ограничения, но для нас важно поддерживать традиции и знакомить с ними гостей нашего города. Друзья, на этом все. И теперь мы, как и обещали, показываем победителей Бридж ТВ Челлендж, в котором можно было делать что угодно под музыку на Бридж ТВ. Ну а мы увидимся в следующем выпуске Агентства Хороших Новостей. Всем пока! Агентства Хороших Новостей